Хороший вопрос. Действительно, он один из самых часто встречающихся в последнее время. Прежде чем отвечать на вопрос, то здесь сверить часы важно. Что такое кризис? Кризис – это падение экономики. Это фундаментальная причина падения экономики. Если вообще просто сказать, это некий такой кризис перепроизводства, когда произведено мало, а люди перестают потреблять. Причем по объективным причинам. Когда мы говорим о текущей ситуации, когда мы называем то, что произошло, называем кризисом, де-факто экономического кризиса еще какового не было. Кризис был связан с тем, что по неким таким объективным причинам, связанным с болезнью, связанной с ковидом, экономика остановилась. Получается, что если привести метафору, кризис – это когда на человека, то есть человеческий организм. Человек болеет. Вот он заболел, ему нужно переболеть и, соответственно, эту болезнь выработаться через какие-то повышенную температуру, через еще что-то. И это, соответственно, человек переболевает и выходит здоровым, становится здоровым. Тоже так же экономика, то есть это некий человек. Кризис периодически встречается болезнью в экономике. То, что произошло сейчас, я бы это назвал неким таким глубоким сном. То есть у нас, получается, экономика просто легла поспать. У нас закрыли производство, у нас закрыли людей по домам, у нас перестало обращаться денежные средства, люди там испугались этой болезни. И получается, что экономика еще не заболела. Признаки болезни экономики, да, были, симптомы были, но как такового не было. И то, что мы наблюдаем сейчас, мы просто уснули. И, опять же, чтобы было легко для понимания, что индекс S&P обновляет свои максимальные значения. Центральные банки там предоставили бешеные объемы ликвидности, там Федрезерв порядка 3 триллионов, ЕЦБ порядка 2,5 триллионов евро предоставил. Банк Японии продолжил свои программы количественного смягчения. И что мы фактически в этом случае получили? Мы получили, что человек уснул, ему подсоединили капельницу, да, у него стандартно в организме 5 литров крови, а ему взяли 2 литра еще залили, пока он спит. Обменные процессы замедлились, сердце не бьется точно так же, когда он бодрствует. И что мы наблюдаем сейчас? То есть какие риски в принципе присутствуют? В первую очередь инфляционные. Это вот представь себе, экономика просыпается, то есть люди начинают снова тратить, производство начинает снова работать, а в экономику, в организм, да, дополнительно влили 2-3 литра крови. И сердце начинает работать в стандартном режиме, да, то есть получается высокое давление, инсульт, кровоизлияние в мозг, экономика, то есть разрываются, так называемые, ну то есть сосуды просто полопаются. И вот основная опасность, которая заключается, она как раз таки заключается в том, что истинный кризис, который в принципе ждали ведущие экономисты, тот же самый Рей Далио, о чем заявлял Джим Роджерс, проблемы экономики, это в первую очередь инфляционные риски, которые присутствуют. Поэтому я говорю, что, то есть проводить некую аналогию того, что произошло в предыдущие там полгода, с тем, что всегда происходило не совсем корректно, не совсем правильно. И здесь получается, что во всей этой ситуации нам предоставили, ну не нам, конечно, Россия осталась в стороне, да, но опять-таки Европа, Америка, другие правительства, они предложили стимулирующие меры, они, центральные банки дополнительно напечатали деньги, при этом процентные ставки у нас в Европе 0, в Америке 0,5 процентов дополнительно деньги печатают, и у людей просто не осталось никаких альтернатив. То есть, потому что, если ты разместишь в облигациях США свои деньги, ровно заработанные, ты за десять лет получишь 0,5 процента. Потому что у тебя получается какая альтернатива у простого человека? Пойти положить на депозит. На депозите ставка там 0,5 процентов. То есть ты соглашаешься с тем, что ты принесешь государству США 100 долларов и соглашаешься с тем, что на вложенные 100 долларов ты каждый год будешь получать 50 центов дохода. Неинтересно. В Европе вообще отрицательные ставки. Если ты принесешь 100 долларов, ты будешь еще платить за то, чтобы эти деньги хранились. И люди в поисках альтернативы, в понимании того, да, то есть мы говорим сейчас про прокачанных людей в финансовом плане, они понимают, что, что будет спасением от инфляции, что будет спасением от того объема денежной массы, которую сейчас напечатали. Это будут реальные ограниченные активы. То есть мы видим, как у нас растет золото, мы видим, как у нас растут другие драгоценные металлы. Мы видим, в том числе, как у нас растут акции, потому что часто говорят, что акции это не золото. Извините меня, ребят, каждое количество акций у каждой компании, количество этих акций, оно ограничено. И поэтому получается, что физически номинированных товаров, количество которых ограничено, они, соответственно, и растут в цене. Но в акциях, как акционер, ты рассчитываешь на будущую прибыль компании. То есть мы сейчас не говорим о спекулятивных сделках, мы говорим сейчас об инвестиционных сделках. И вот сейчас смарт-мани, я наблюдаю, умные деньги, хедж-фонды, институциональные инвесторы, они очень и очень осторожны в покупке акций, потому что компании, то есть акции стоят дорого, в будущем неизбежно падение прибыли компании, то есть компании будут мало, но прибыли не будет, дивидендов не будет, соответственно, акционеры начнут эти акции продавать. Это, соответственно, будет невыгодно держать. И поэтому вот это заключается в том, что мы находимся в фазе, я, наверное, соглашусь с Рэем Далю, который заявил о том, что представьте себе самое худшее, что только может произойти с вами, и будьте к этому готовы, как минимум подстрахуйтесь. Именно поэтому там происходит страхование с наших инвестиционных позиций через опционы, те же самые покупку опционов, через покупку дивидендных историй, которые хорошие дивиденды платят, у которых низкий уровень долга. И поэтому, когда мы говорим, будет ли вторая волна, я думаю, что будет первая волна истинного кризиса. Потому что, что бы ты ни придумывал, но мина замедленного действия, она уже запущена. То есть деньги в финансовую систему влиты. Чтобы человек, который проснулся, организм, чтобы не сошел с ума от вот этого объема денег, которые вступили в экономику, то есть эту кровь обратно нужно забрать, когда проснется. А что значит забрать кровь? Значит, повысить процентные ставки, значит, обрать обратно ликвидность. А когда у тебя начнутся рост процентных ставок, 150 триллионов долларов общий мировой долг. То есть если процентные ставки у нас увеличатся хотя бы на 1%, эта мировая экономика должна производить полтора триллиона долларов ВВП только для того, чтобы погасить, ну то есть чтобы обслужить этот кредит. Дальше будет происходить банкротство. То есть компании не смогут выплачивать кредиты, потому что потребление схлопнется, процентные ставки увеличатся. Одно дело, когда ты потребляешь, у тебя ставка по потребительскому кредиту составляет там 14-15% и совсем другое, когда она составляет 20-25%. То есть люди привыкли к тому, что они живут в парадигме постоянно низких процентных ставок. А процентные ставки увеличатся. То есть вот нужно понимать эту логическую картинку, логическую связь. Напечатали много денег. Много денег увеличение денежной массы приводит к инфляции. Почему сейчас не разгоняется инфляция? Потому что на инфляцию влияют два фактора. Объем денежной массы плюс скорость обращения денег. У нас скорость обращения денег упала, потому что экономика в спячку залегла. Соответственно, ты сейчас вливаешь эту ликвидность, она пока тебе никак не отражается. Но как только снимут карантин, как только изобретут вакцину, как только начнет это восстанавливаться, люди поверят в светлое завтра, те деньги, которые они получили, они начнут тратить. То есть у тебя увеличится скорость обращения. А размер денежной массы уже увеличен. И, соответственно, это неизбежно приведет к инфляции. А когда у тебя будет высокая инфляция, тебе нельзя ее вывести за пределы выше трех процентов. Потому что если она в развитых экономиках Америки и Европы превысит значение три процента, она перейдет уже в галопирующую фазу и ты ее сдержать уже не сможешь. И поэтому тебе, чтобы эту инфляцию сдержать, чтобы ее не разогнать, ты вынужден будешь повышать процентные ставки. А если ты повысишь процентные ставки, у тебя мирового долга сто пятьдесят триллионов. Повышение процентной ставки в среднем, если по миру составит один процент, то в этом случае стоимость обслуживания долга составит полтора триллиона. На два процента три триллиона долларов. Для понимания ВВП всей экономики США составляет порядка двадцати-двадцати триллионов долларов в год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА